Окей, в этом видео будем говорить про две электрошвабры. Это электрошвабра бренда X-Bot модель RM2 Aqua и электрошвабра бренда Clever & Clean модель Glider A5. Мы эти две электрошвабры с вами практически сравним с обычной шваброй, которая с отжимом, которая есть, наверное, в каждом доме или офисе. Я сделаю практическое сравнение, суть которого я расскажу буквально через минуту. А чтобы вам было интереснее смотреть, я сразу обозначу, что в конце видео всем зрителям канала я подарю скидочный промокод, который будет действовать при покупке двух этих швабр, если вдруг кому-то какая-то из них понравится. Поэтому обязательно смотрите до конца, ну и, конечно же, лайк поставьте. Еще надо отметить, что электрошвабры у меня совершенно не новые. Это электрошвабры, которые уже давно находятся в эксплуатации. Понятное дело, что новые устройства из коробки будут работать супер шикарно, у них будут абсолютно чистые салфетки. Что касается моего теста, у меня электрошвабры, которые уже видали виды, которые уже находились в эксплуатации, которые немножечко был, так сказать. Сам тест заключается в том, что я наношу для каждой швабры по три полоски кетчупа, горчицы и майонеза на пол. Скотчем условно разграничил у себя на полу территорию для двух электро и для одной обычной швабры. Затем все это дело я удаляю со своего пола с помощью трех этих швабр. Засекаю время, за сколько справятся устройства. В конце теста по полученным отрезкам мы будем понимать, насколько эффективнее или неэффективнее совершать уборку у себя дома или в офисе с помощью электрошвабры. Итак, по-моему, все получилось. Вот эти слои такие достаточно тонкие самые справа у меня вышли, поэтому их мы отдадим для обычной швабры. А вот эти два участка будем использовать с электрошвабрами, потому что посмотрите, какие они здесь толстые. Здесь прям хорошо получилось. Несмотря на то, что это даже может быть чуть-чуть длиннее, но она вот узенькая, и на самом деле я думаю, что швабри будут просто с ней справиться. А вот здесь уже разводов должно получиться побольше. У меня тут возникла идея, есть у меня вот такая кисточка, и я даже попробую кетчуп немножко так в шов вмазать, чтобы было сложнее. Для обычной швабры этого делать не будем, а вот для электрошвабр попробуем сделать, и посмотрим, как электрошвабра справится с этим швом, который находится между плитками. Ну и горчицу тоже давай. И тут чуть-чуть. Вот так. Что ж, я начинаю на столе. Установил компьютер, с помощью которого я буду запускать секундомер, и будем отмерять время, за которое каждая швабра справится вот с этой вот грязью, которую я нанес на пол. Начинаем с самой обычной, простой швабры. Сейчас я за ней схожу. Я засекаю время, и перед тем, как начать уборку, первое, что мне нужно сделать, это сходить и найти ведро. Все, ведро у меня в руках, сейчас мне нужно сходить и набрать воды. Воду я набрал, теперь мне нужно смочить швабру. Она как-то у меня туговато заходит в ведро, но в целом погрузилась. Швабра у меня в виде губки с отжимом, поэтому перед тем, как начать уборку, надо, чтобы эта губка в себя воду немного впитала. Но уже получше, по-моему, осталось чуть-чуть. Нет, еще чуть-чуть. Все, наконец-то я могу отжать губку. Швабра полностью пропиталась. Я начинаю все это дело убирать. Оно немножко размазывается, поэтому надо смочить. Еще раз отжать. Ну, такое себе занятие на самом деле. Так, 4 минуты прошло. Ну, в целом нормально, неплохо. Я думал, что будет медленнее. Только хочу обратить внимание, что с помощью такой швабры, вот именно стыки между плитками, их убирать не очень удобно. И там хорошо застревают эти продукты питания. Поэтому нужно немножечко так приложить усилия и их оттуда отдельно повымывать. И ничего не пропустить. Это важно. Ну, по-моему, все. Останавливаю секундомер. Стоп. У меня получилось 4 минуты и 44 секунды. Дистиллированная вода в электрошвабрах у меня уже залита. И для начала, перед тем, как убирать грязное место, ее надо распалить кнопкой на ручке. Как на одной, так и на другой электрошвабре. Далее переходим к электрошвабре бренда Clever & Clean. Модель называется Glider. Опять я запускаю секундомер и смотрю, за сколько швабра справится с этим загрязнением. Запускаем. Швабру нужно сначала включить. Это делается ногой. Мы смотрим, что лампочки загорелись. Дальше нажимаем на кнопку включения. Тест глайдер опять закончился гораздо быстрее. Электрошвабре понадобилась 1 минута и почти 7 секунд для того, чтобы справиться со всем тем, что я оставил на полу. Итак, наш последний практический тест. Тестируем электрошвабру XBOT. Модель RM2 Aqua. Я запускаю секундомер. Нажимаю старт. Здесь чуть менее удобно. Здесь нет кнопки снизу для того, чтобы включить швабру. Она включается кнопкой снизу. Мы включили. Запускаем. Окей. Смачиваем место. И начинаем проводить. Я думаю, что на этом все. Я останавливаю счетчик. И здесь получается, блин, то же самое. 1 минута и 7 секунд. Такие вот у нас и результаты. 4 минуты 44 секунды против 1 минуты 7 секунд. Здесь опять же тоже 1 минута и 7 секунд. Можем коротко посмотреть на результаты вблизи. Что касается обычной швабры. Ну, в целом, в целом все нормально. В среде 5 минут она справилась неплохо. Что касается швабры Glider A5. Здесь тоже можете посмотреть на стыки. Достаточно близко. По-моему, тоже все хорошо. И что у нас здесь было? XBOT RM2 Aqua. Тоже вроде бы все хорошо. Хотя вот здесь в стыке я вижу, что немножко осталось. Возможно, нужно было немного больше времени уделить на мойку. Ну, пускай не минута 7 секунд, пускай минута 20 секунд понадобилось бы для того, чтобы еще эти стыки хорошенько пройтись. Видимо, я просто не заметил, когда делал тест. Еще хочется сказать про три ключевых отличия между двумя электрошвабрами, которые лично для меня имеют значение. Я думаю, что если говорить о характеристиках, каждый из вас сам может открыть какой-нибудь интернет-магазин и сравнить характеристики в табличке. Но я расскажу о том, что для меня практически будет иметь разницу между двумя электрошвабрами. Так вот, первое отличие. Первое отличие в том, что разный способ зарядки между электрошвабрами. У глайдера 5 нужно доставать блок с аккумулятором, отдельный элемент, и подключать его на зарядку. Что касается RM2 Aqua, то мы просто берем саму швабру, в нее втыкаем провод USB-C и заряжаем ее таким способом. Второе отличие в том, что разное давление, при котором выходит вода из форсунок между швабрами, например, у глайдера 5 вода уходит на такое расстояние, а у X-Bot RM2 Aqua где-то на такое расстояние. Я думаю, что это стоит учитывать. Если вы используете швабру в каком-то небольшом помещении, вода теоретически может попадать на стены, поэтому тоже обращайте на это внимание. У глайдера 5 больше площадь салфеток, таким образом он подходит лучше для больших открытых помещений. А вот X-Bot больше для тех мест, где есть узкие проемы и там, куда неудобно доставать шваброй. Кстати, хочу обратить внимание, что внутрь электрошвабр можно заливать только дистиллированную воду. Воду из-под крана заливать нельзя. Если использовать, например, воду из-под крана, тогда форсунки забьются известковыми отложениями и понадобится ремонт. Дистиллированную воду можно купить на любой АЗС, там где продаются разные жидкости для автомобилей. Я лично покупал в простом строительном супермаркете. По факту для швабры обычной с отжимом понадобилось более чем в 4 раза времени для того, чтобы справиться с тем тестом, который я предложил. И, как мне кажется, электрошвабры выигрывают обычные швабры, можно сказать, в одни ворота. Сами между собой, что CleverClean, что X-Bot, как мне кажется, практически одинаковые, за исключением трех этих отличий, о которых я вам только что рассказал. И, например, если бы я выбирал себе электрошвабру из этих двух, то я бы себе взял, наверное, X-Bot, потому что у меня в офисе много разных элементов. Здесь у меня кресло-мешок, здесь у меня растения, здесь стол, там стеллаж, еще один стеллаж. И там везде трудно доставать обычной шваброй. И в этом плане X-Bot RM2 Aqua мне подходит больше. Если бы у меня было плюс-минус какое-то пустое помещение, где у меня там один стол, один шкаф и все остальное минималистично и много открытого пространства, тогда бы я себе брал глайдер А5. Мы подобрались к самому интересному блоку нашего сравнения. Это как раз-таки подарок всем зрителям. Если будете покупать одну из этих электрошвабр в магазине, адрес которого я оставил по ссылке в описании, то скажите кодовое слово «Обзор Копчука», два кодовых слова, и получите скидку примерно на 10%. Вот цены, которые будут действовать с учетом промокода. Чтобы промокод работал, нужно подписаться на канал, оставить один любой комментарий и, собственно, назвать промокод в магазине. И тогда вы получите вот эту замечательную скидку. Можете за это сразу лайк поставить, подписаться на канал и все, больше ничего не надо делать.